Сигаретный дым Зачем я встретил вас и почему Мне запах сигарет ваш так приятен И что случилось вмиг, я не пойму Ведь в жизни у меня так много пятен Это интервью мы записываем в нашем Тон-Ателье с Феликсом Луцким. Это на самом деле второе наше интервью. Первое было записано в прошлом году на нашей съемочной площадке в Шоу Холь Атмосфера. Сегодня мы собрались на следующий день после нашего большого и очень важного для нас мероприятия. Сегодня, скажем для истории, 13 апреля 2015 года. Вчера Феликс работал на огромном нашем юбилейном мероприятии на 20-м фестивале Аркадия Северного в Санкт-Петербурге. Я могу сказать, что это действительно честные 20 лет. Это совершенно не какой-то рекламный ход, что вот, дескать, начали вчера, а говорят, что 20 лет. Нет, действительно. Первый такой фестиваль мы провели в Петербургском театре эстрады, тоже в очень популярном зале, но маленьком, на 500 мест. Это было 12 апреля 1995 года. Ну, почему 12 апреля? Потому что это действительно реальная дата, это день ухода Аркадия Северного из жизни. Он нашел из жизни 12 апреля 1980 года, 35 лет назад в том году как. И когда мы решили делать такой сценический фестиваль, мы специально взяли театр эстрады именно в тот день. Я был очень рад, что мы собрали его полностью. Очень рад, что уже тогда у нас была возможность, правда, на одну камеру все это снять. И самый первый фестиваль Аркадия Северного есть у нас на YouTube, его можно посмотреть, проверяя мои слова. Вчера мы работали так 20-й год подряд, не пропустив ни одного года, на разных площадках этого большого города. И в БКЗ, кстати, тоже не первый раз мы были. И я очень рад, что все это состоялось. И, конечно же, очень рад тому, что вы все приехали, вас было очень много, 26 музыкантов. И рад тому, что такое огромное число людей собралось. Потому что, когда я открывал, я увидел полный портер Октябрьского. А это приятно не только для меня, для продюсера. Это, конечно, приятно, в первую очередь, для вас. Что вы поете не для пустых кресел. И вам не стыдно из такого далека приехать из Америки и увидеть зал, который хочет послушать вас. И самое главное, что меня поразило, это то, что люди знают репертуар. И не было такого, что между людьми известными и людьми новыми для питерской публики была разница в, что называется, градусе аплодирования. Скажи мне, вот по своему проживанию в Америке, да? А ты рассказывал в прошлом интервью, поэтому я не буду спрашивать тебя в повторе, как ты приехал в Америку. Наша публика знает, что ты уезжал из Белоруссии, что ты музыкант-профессионал, что ты сам являешься композитором для тех песен, которые ты исполняешь. Фактически автор-исполнитель, хотя стихи тебе пишут, но твоя доля авторства, она, так сказать, здесь абсолютно неизбывная, поскольку ты сам формируешь свой репертуар. А я бы хотел в первую очередь поговорить, во-первых, о тех альбомах, которые у тебя есть. Потому что, когда ты приезжал, ты привез мне несколько дисков, которые для меня стали полноценным открытием. Они мне понравились, но я не увидел на дисках выходных данных. Скажи мне, вот эти пластинки, они имеют какое-то распространение или это был просто авторский опыт тебя, вот как музыканта? Это был просто авторский опыт, как музыкант, это я записал два своих альбома и выпустил их прямо в Нью-Йорке, сам, сам, собственно, ручно, так можно сказать. Вот, ну и просто сейчас, когда я езжу куда-то, естественно, я просто дарю поклонникам, поклонницам или просто друзьям своим. То есть сам я, абсолютно делал все сам, мне помогали, то есть записывали, мне делали обложки, вот, ну, выпускал я сам. На самом деле мне диски эти очень понравились. Мне показалось, что это хороший сбалансированный материал, и это вызывает мой следующий вопрос. А вообще, вот, как бы, в творческом банке, в творческом багаже Феликса Луцкого, какой объем готовой продукции, чтобы сделать очередной CD? Сколько материала подготовлено к изданию? Ну, я думаю, еще на один диск есть. На один диск еще полноценный можно выпустить. То есть песен достаточно. Даже, может быть, песен больше, чем на один диск, просто некоторые уже записаны, а некоторые еще в проектах. С некоторыми я еще просто не знаю, что будет текст хороший, музыка не очень. Или музыка есть, текстов нет. Вот. Ну, материала достаточно, надо работать. Работать. Я уже рассказывал в прошлом интервью нашей публике, что музыкант, с которым я хорошо знаком, Борис Лутковский, он, в общем-то, нас с тобой и познакомил, фактически. Хотя, я так понимаю, что это было, в большей степени, наверное, заочное знакомство, потому что я увидел письмо со ссылкой на Бориса на сайте нашей студии, и сразу же ответил, и даже более того, выделил опытного сотрудника нашей команды для того, чтобы он общался с тобой, потому что у меня у самого просто бывает, что не хватает времени на это. А каждый год к нам приходит в среднем 120-140 музыкантов. Это, конечно, очень много для одной студии, тем более, что мы не конвейер, и я терпеть не могу вообще конвейерного производства творческого. То есть я понимаю, конечно, что это работа, связанная с определенной спецификой, что мы дадим каждому музыканту. Кому-то дадим видео так, аудио так, видео здесь, печатный носитель и все прочее. Конечно, я, как продюсер компании, этим себе должен заниматься, но вот чтобы, как говорится, превратить это в конвейер завода Форда, я себе сам за 30 лет работы не позволяю. Поэтому я выделил опытного сотрудника, и рад, что с ним получилась работа, потому что Володя любит музыку, и он разбирается в музыке, и он смог предложить... Ну, конечно, я помогал ему тут, как бы в плане предложения, что можно сделать для Феликса, да? Но я очень рад, что это оказалось так плодотворно за очень короткий промежуток времени. И очень рад, что песни узнали, и очень надеюсь на то, почему я спрашиваю про Сиди, что будет продолжение, которое здесь для нас абсолютно логично. Ведь Инесса Дуншевская, которая познакомилась с нами несколько позже, чем ты, она даже часть своих песен, невзирая на своих аранжировщиков, там в Америке у вас, да, записалась здесь. Кстати, вот в этом-то наталье она пела, и здесь мы сводили часть ее вещей, и выпустили ее альбом в декабре прошлого года. И этот альбом оказался очень хорошим. И я был очень рад, когда она мне сказала о том, что этот альбом проложил ей дорогу к новой аудитории. Что узнав, что это появилось, и узнав, что эти диски есть, и они появились в этой агрегации, в этой, люди стали к ней обращаться, люди стали ее узнавать. Мне почему-то подумалось, что при том, что у тебя такой материал есть, даже в большем объеме, чем был у нее, при запуске ее музыкального проекта, мы просто должны тебе помочь и сделать обязательно издание традиционного физического носителя, который будет по-новому освещать то, что ты уже сделал. Он будет как бы хорошей иллюстрацией к тому, что стало уже известно людям. Ответ мне вот на какой вопрос еще. Это уже получилось как легенда, но я всегда хочу, чтобы эта легенда подтверждалась участниками легенды. Мне публика в эфире не поверила первоначально, когда я сказал, что некоторое время назад в наших съемках вдруг приехавшие из разных мест русские американцы, то есть Инесса из Чикаго, ты из Нью-Йорка, подружились, не были знакомы вообще до этого, и более того, подружились полнотворно, потому что появилось несколько прекрасных дуэтов, таких в меру пафосных, как между Чикаго и Нью-Йорком, которые мы вчера записали на видео, и более того, некоторые песни были созданы на твою музыку, как композитора. Вот расскажи, как вы встретились у нас, потому что я мог только результат лицезреть, и как вообще пришла такая мысль, потому что мне люди первоначально не поверили, что, как такое может быть, они давно были знакомы и специально ехали в эту студию, а я говорю, да нет же, ну вот легенда, но легенда правдивая. Вот скажи мне, подтверди мои слова, вот как это получилось? Да, легенда правдивая, да, это были съемки ночного такси, вот. Первые для тебя? Первые для меня. И первые для Инессы, да, то есть мы встретились, не зная об этом раньше. И в гримёрке, то есть я рассказываю, как было всё, в гримёрке я узнал, что будет ещё одна. То есть я знал раньше, мне хотелось увидеть её и познакомиться с ней. Я спросил, где эта девушка из Чикаго, я хотел бы с ней сфотографироваться. Мы с ней сфотографировались. Потом она, по-моему, выступала после меня, я послушал. Мне очень понравился её голос, её тембр голоса. И когда мы уже вернулись в Соединённые Штаты Америки, мы обменялись с ней телефонами, я решил ей просто позвонить, просто позвонить, спросить, как дела. И я позвонил, значит, мы поговорили. И на второй или на третий раз моего звонка к ней, я решил предложить, а что, если нам попробовать записать с тобой несколько дуэтов? Вот, и прислал ей несколько песен, на что она сказала, что нет, это, к сожалению, не моё. И я долго мучился, потому что мне хотелось бы переубедить её, что всё-таки это будет неплохо. Я связался со своей поэтессой из Белоруссии, рассказал, какую тему я хочу, потому что это замысел, это был мой, что она в Чикаго, я в Нью-Йорке. Она прислала мне несколько версий. Это далеко, на самом деле. Америка же огромная страна. Да. Это не сказать в Америке, что вроде как люди живут всегда за уходом. Да, да, да. И вот, к сожалению, я в Чикаго ни разу не был. Инесса уже приезжала ко мне в гости, я ещё пока не летал. Я связался со своей поэтессой, она мне прислала несколько вариантов слов. Потом я сидел, писал несколько недель и тоже отправлял Инессе, чтобы она слушала. Варианты? Да, вариантов. Тоже. И первый вариант, и второй вариант, и третий. Я не помню, сколько было вариантов. И вдруг в один из солнечных дней, я не помню, какого месяца она позвонила, мне говорит, ты знаешь, что мы, наверное, должны это сделать. И вот именно вот этот вариант, последний, я не помню по счёту, какой он был. Ну, получилась такая, знаешь, немножко гимнообразная, но очень такая, я это сказал даже на вчерашнем концерте, такая, ну, я вообще слово пафос очень аккуратно к нему отношусь, больше с юмором, конечно, чем, так сказать, как какое-то, знаешь, такое вот оценочное понятие, пафос, да. Я в большей степени это использую всегда с иронией, но вот именно слово пафос, греческое, да, такая возвышенность, она как раз оказалась очень подходящей вот к этому гимну, так сказать, между Чикаго и Нью-Йорком, потому что очень редко такая музыка становится удачной. Как правило, вот такая возвышенность, она бывает, может быть, для мюзика какого-то хороша, чем для самодостаточного эстрадного произведения. А вот здесь, ну, как-то вот, ну, вот выстрелило, и всё. Хотя, в общем, это смотрится со стороны при первом прослушивании как часть мюзикла, нормального американского мюзикла о любви. Но это абсолютно самодостаточная эстрада. И, на мой взгляд, очень удачная. Мне показалось, что дорога этой песни при дальнейшем её, так сказать, познании публикой по обе стороны океана в ресторан. Нет, в хорошем смысле слова, что это, как мне показалось, от Бога созданный ресторанный хит. Именно благодаря не только стихам, очень красивым и благородным, о дружбе двух людей, которые далеко, а именно, конечно, благодаря твоей работе как композитора. Потому что это прекрасная композиторская работа в стилистике Уэббера, такая вот именно, как бы, мюзикловая, если так можно сказать. И я просто вот эту песню как-то признал как музыкальный профессор сразу, когда мне моя супруга показала демо-версию, которую ты прислал. Я не знаю, что у них получится, сказал я дальше, потому что сложно сделать вот так. Но это возвышенность, которая определяет уже и определенные впитанные тобой уже знания про американскую эстрадную музыку. Потому что хоть ты человек годами для композитора, ну, молодой, как и все мы, тебе до 50-ти, это для современного музыканта не возраст, естественно. Это как раз возраст такого творческого расцвета, вбирания материала. Потому что 20-летние вряд ли могут здесь сделать больше, чем 40-летние. Но вот именно американская традиция и какая-то традиция нашей, славянской, восточно-европейской, она переплавляется в этом плавильном котле. И получается то, что продолжает и из русских музыкантов, и композиторов, и аранжировщиков, кстати, тоже, хотя аранжировщик более такая прикладная специальность, традицию, которую правильно завел тот же самый Миша Шуфутинский. Хотя Миша завел его четверть века назад. Или Толя Могилевский. Потому что они пытались, я вот с Дружным Шуфутинским очень много лет, он давал мне интервью часами, которые можно найти в интернете, когда мы говорили, когда он стал возвращаться в Россию, то есть это были вот такие, ну, большие интервью, там, 120 минут, 140 минут. Он рассказал своей жизни в Америке, как он уезжал. И мне очень нравится, что ты, абсолютно не ориентируясь на него, продолжаешь очень важную профессиональную традицию. Ты тоже участвуешь в плавильном котле нашей, русской, восточно-европейской музыки, которая, приехав на территорию колоссального медиапространства Америки, где каждая музыка находит себе место. Музыка Востока, музыка англоязычная. И вот ты участвуешь в этом плавильном котле своими клавирами. Я считаю, что вчерашний концерт, он знаковый и для нашей студии, показавший такое количество новых людей, в таком гигантском, это самый большой зал Санкт-Петербурга, большего только стадиона. И, конечно же, я очень благодарен этим зрителям, что они откликнулись на вас. Потому что все, что мы делаем, мы стремимся показать совершенно новую песню, понимая ее культурную ценность, тем людям, которые с этой песней знакомятся впервые, но должны познакомиться с ней. И эта песня отсюда уже выходит, и дальше уже люди ее оценивают не с моих слов, и это самое важное. То есть они вырабатывают свое мнение, и они становятся верным отрядом, который знает имя, знает материал, и всю твою творческую жизнь сопровождает тебя. Ну, наша культурная политика вот такая. Скажи мне, вот перспективы по следующему альбому. То, что 100% интересны публике, каковы они? Вот те альбомы, которые ты мне подарил в прошлый приезд, изданные в Америке для себя, это альбомы, которые послужат основой для следующего альбомного проекта, или все-таки ты сделаешь новую программу, куда включишь уже то, что записано было с нашим скромным участием. Вот какой план на следующий CD, который, я надеюсь, ты будешь издавать с нашим участием в России? Я думаю, что третий альбом будет сделан несколько самых лучших композиций из двух первых. Несколько. А в основном совершенно новые песни, которые сейчас я уже пишу не так, как писал раньше. То есть, раньше я мог написать песню, как мне казалось, 5-7 дней, 10 дней, то сейчас я сижу с песней, и, как говорится, и колупаюсь, и пытаюсь менять и музыку, и пытаюсь менять и слова. Даже сейчас слова, которые мне пишут, я занимаюсь словами сам лично. То есть, у меня как идет... Как когда-то в былые времена был худсовет, так худсовет теперь это я. Во мне. Да, да. Вот. Второй раз мы с тобой говорим уже о выпуске диска в ночном такси. И я думаю, я уверен, 99%. Всегда один процент он. Ну, конечно. Вот. Я с огромным удовольствием, тем более, что с подмостков ночного такси и с твоей легкой руки, и с легкой руки твоей команды, да, то, что ты говорил, это действительно, оно дало мне путь, и этот лучик засветился от ночного такси, что во многом мне помогает. И песня та, которую ты признал первой, я имею в виду, что ты сказал, что эта песня уже как песня, она там и слова, и музыка, и что это какой-то маленький, как... Фрагмент мюзикла. Да, фрагмент мюзикла. Необычно совершенно. В прошлом году меня пригласили на первый мой сольный концерт «К себе на родину», и они программу назвали «Между Чикаго и Нью-Йорком». Значит, мой взгляд совпал с продюсерами, которые встречали тебя в жизни. Да, вот с чему я говорю. Чему я очень рад, потому что я здесь ни с кем не советовался, кроме самого себя. Третий альбом будет в ночном такси. Третий альбом будет в ночном такси. Я не уверен с записью песен здесь. Ну, конечно. Я не уверен. Это очень деликатно. Это надо делать там, где тебе это по душе, и где тебе это близко. Все-таки мы очень далеко находимся. Но я имею в виду издание диска, продвижение диска, видеовертификацию. То есть то, что дает пластинки имя на публике. Вот об этом мы говорим, а не о том, чтобы ранжироваться в этом-то ателье, работать с нашими музыкантами. Это все очень сложно. Может быть, через какое-то время сколько-то треков мы тебе и сделаем, как сделали Инесси. Я не настаиваю на этом. Я больше говорю именно о выпуске, именно о доступности, о издании этого материала. И в финале. Сегодняшнее спонтанное 7-минутное пожелание тем людям, которые это интервью будут смотреть на нашем телеканале, на YouTube. То есть что ты хочешь пожелать людям вот именно в данный сегодняшний момент времени? Огромное число людей, которые будут открывать этот файл и будет этим людям интересно. Что ты сказал 13 апреля 2015 года в Тон-Ателье студии «Ночное такси». Просто сегодняшнее спонтанное пожелание аудитории. Дорогие друзья, огромное вам спасибо за поддержку, за внимание, за то, что вы слушаете, пытаетесь слушать и понять песни, которые я исполняю. Огромное спасибо студии «Ночное такси» и лично Александру Фрумену за то, что они сделали, делают и будут делать, наверное, все то, чтобы все, что есть у меня, все, чего я хочу и все, к чему я иду, это, естественно, только с легкой руки студии «Ночного такси» и Александра Фрумена. А вам здоровья, счастья, взаимопонимания, любви, семейного благополучия и, самое главное, мирного неба над головой. Спасибо вам всем. И у каждого свое побережье, и у каждого свои берега, никогда уже не будет, как прежде, и судьба к нам как-то слишком строга. И у каждого свое побережье, и у каждого свои берега, никогда уже не будет, как прежде, никогда, никогда. Субтитры подогнал «Симон»